Это такой частный Таллин, получается, что ли. Так, здесь или не здесь? Ой, какая-то скорость адская. Мне даже страшно перебегать. Поэтому тут лихачить не будет. Так, а куда? Ладно, пошли вперед. Вот уже опять пошли страшные дома, вообще деревянные. Машина совершенно этому дому не соответствует. Доски гнилые. Окна, кстати, на первом этаже тоже деревянные, а сверху он вообще жесть какая-то. Ну, опять же, получается, что каждый третий или четвертый дом страшный, а в общем и целом красиво. Так, а дальше я упираюсь вообще в какую-то железную дорогу. Я уж совсем потерялся, но, по-моему, я пошел вглубь, и трасса была там. Значит, нужно попробовать свернуть налево, если будет такая возможность. На железную дорогу мне выходить не за чем. Только возможности такой все равно нет. Как только я прошел некую территорию, смотри, асфальт сразу испортился. Где плитка, все убитое, все пошел в хлам. То есть, видимо, денег не хватило, они откуда-то от центра улицы строили. И здесь уже все весьма уныло. Тоже, ну, хорошие дома по той стороне, да, а по этой стороне все хуже и хуже. Ух, ё, вот я туда бы дошел. Вопрос в том, как. Я думаю, что получится. А дальше какая-то промзона. Вообще прикольно. Так, давай попробуем налево завернуть. Ну, не здесь, естественно, тут повяжут. Хоть ворота вежливо распахнутые, но я в такое не верю. О, а там у кого-то личный экскаватор на участке. А почему бы нет? Настоящие суровые мужики ездят на экскаваторе. Так. В конце. Ну, поскольку Копли упирается в море, то, вероятно, и железка тоже упирается. И она куда-нибудь там грузится на поробы. Прекрасно. Я нашел, что хотел. Теперь вопрос, о, смогу ли пройти. Думаю, что смогу. Да, смогу. Отлично. Тогда пойдем по левой стороне. Впереди что-то адское. Мне нравится. Так, железную дорогу не видно, она ходит значительно выше. Опять-таки, обрати внимание, что асфальт тут советский. А дальше весело. А дальше даже тротуара нет. Ну, ладно. Машины оживленного движения я тоже не вижу, так что можно и вдоль трассы пройти. О, вот я тот стрёменький дом разглядел. Папа говорил, что как зайдешь в кобли, сразу увидишь. Раз не увидел, значит, видимо, еще не зашел. Так, ну это мне очень охота поснимать. Поэтому я туда прогуляюсь. Какие-то серьезные ремонтные работы идут. Собственно, ребята пришли вот отсюда. Так что мы туда прогуляемся. по этому убитому в хлам асфальту. Да, этот дом явно ремонтирует. Не просто так простаивает. Ну, а этот дом скучный. А вот то, что впереди, мне явно нравится. Вот. Еще картина местного художника. Там некий завод, на котором написано «Стандарт». Это «Стандарт» чего? Охота туда? А, сейчас что-нибудь придумаем. Ух, смотри, какая красота внезапно появилась, а. Вот не зря гуляю по дворам. Лайк, подписка. О! Ну, это явно собственное творчество жильцов. И реально прикольно. Даже с прусами. Так, а дальше вообще все весело. Поэтому мне еще больше это нравится. Давайте туда завернем. Здесь какой-то страшнейший забор. Ну, вот явно пешеходная дорожка, в чем цивильная, идет вот под мост трассы. То есть, вероятно, как раз трасса и идет туда, в копле. Туда, что ли? Блин, я потерялся. Ладно. Ориентируйся. Пока светло можно снимать. А здесь все очень и очень весело. И чем дальше, тем веселее. Так. Значит, мне бы куда-нибудь наверх залезть. Ух, е-мое. Тут что, цепь с замком? Туда. Впечатляет. Что из-за пошел? Так. А тут уже и не перелезешь. Потому что тут каналы. Видимо, завод отгородился рвом. Как-то так. А, хотя бы он там перелезет. Ладно, давай залезем. Что бы сделать? Неохотно этот завод глянуть, а я вижу, что его не видно. Поэтому нужно залезть. Залезть, 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 залезть. Ну, хотя бы так. Ой, е-мое. Какие ужасы и лишения приходится терпеть блогеру. О, да. Ну, это того стоит реально. Так. Ну, и что? И ничего. Только почему-то туда не пройти. Ладно, видимо, сейчас под мост завернем. И как раз-таки в копли и попадем. А завод вообще находится там. Ладно, я все понял. Можно залезать. Надеюсь, выживу. Ох, е-мое. Берц обувь для настоящего блогера. Так, первая батарея пытается сдохнуть. Да ладно. Так, пошел я под мост. Я думаю, что это правильная дорога. Так, там 4,2 метра, но я думаю, что по габариту пройду. Ни разу в жизни еще не снимал под мостами. Сейчас будет опыт. Так, а что тут? Куда? Тротуар полноценный. Жесть. Ну, пошли. Вот теперь, я думаю, я как раз-таки и попал в топли. Значит, почти не врал. Ой, ой, ой. Как мне все эти лужи не нравятся. Да, вот он, этот классный заводик. Который ревет и дымит. И отгорожен просто сеточкой. И там что-то непонятное с машинкой происходит. О, мне уже нравится. Эх. Фу. Какая ж красота. Сверху вон окно отсутствует. Ага. А вот и трамвайчик. И он идет туда. Я понял, куда мне идти. Только здесь, зараза, опять шумно. Какие-то светофоры висят. Вообще, очень оригинальная штука. Я такого, наверное, никогда не видел. Народное творчество. Смотри, вот. Стол. И вот светофор. И над ним еще фонарь. Гениально. Я заметил вот этот вот дом, к которому иду. Мне вообще нравится эта улица, поэтому я по ней пройдусь. Вон там красивый розовый дом, но это меня не волнует. Меня волнует вот этот страшный. Так, и что? Понял. Спасибо, спасибо. Вот трамвай. Вот старый город. Копли там. Но это скучно. А вот это прикольно. Точно, смотри. Улица Копли. Ну, кто был прав? Естественно, те, кто говорил, что это как Нарва, только Сталин. Вся улица такая. Какая же милота, а? Ну ты грязь. И похоже, что жилой. Слушай, тут вон какие-то... Не, не похоже, что жилой. Похоже, что недавно забросили. Давай по всей улице пройдемся, она длинная. Ох, кот сидит. Ну ладно, кот бы не сидел в нежилом. Значит, жилой. Ну реально стрёмный. Вот смотри, слева красивый. Вот этот завод Стандарт, который я увидел, да? А справа... Страшный. Правда страшный, он только первый. Остальные лучше. Так, давай я до слева-чего перекрестка и потом налево сверну. Ух, ё! Красота-то какая. Не, я по-моему сюда сверну. Только глядь. Меня вот это вот очень красивое здание привлекло. Ну и вообще люблю шариться по дворам. О! Не парковаться. О, смотри. Вот это я понимаю. Прям как в старые добрые советские времена. И площадка такая же. С трёмными лестниками. И даже велосипед такой же. Это... Сейчас я встану по центру, чтобы ты заценил всю панораму. Значит, смотри. Тут два абсолютно одинаковых дома. Стилистически. Но вот этот вот дом реально страшный. А вот этот вот дом реально красивый. Поэтому, если бы он был светлой стороной, то я бы показывал этот дом. Но нет. А мы идём дальше. Дальше опять тупик. И какая-то промышленная заброшка. Попробуем к ней подойти. Ну, танк стоит. Самый раз под дом. Кстати, дом с камерами. Вот реально странно. На камеру их денег хватило. А на реновацию дома ни хрена. Так, давай залезем. Интересно смотрится. Здесь тоже всё очень страшно. А, ну и БХ соответствующая, да. Ух ты ж. Красота. Только огорожено. Ладно, я это поснимаю. Интересно. Смотри. Класс. Так, я это пофотографирую. Так что мы на этом месте прервёмся. Сделаем пару фотографий. Там написано, что мы не ходили, что оно обвалилось и прочее хер. Ну, то есть, понимаешь, не так, как в Нарвии. На этот произвол судьбы не бросали, но всё-таки. Так, я эту штуку, безусловно, сфотографирую. А дальше колючка. Понятия не имею, что это, на что это вообще похоже. Идей нет. Но выглядит классно. Ага. И там вообще ворота, за которые ребёнку пустили, я не факт. Так, давай я это сфоткаю и продолжим выбираться. Там темнеет. Да. Как только темнеет, не видно будет ничего, к сожалению. Я не знаю, как вообще снимают ночью. Может быть, берут себе оператора, который бегает с прожекторами. Кстати, кто-нибудь знает, почему новости снимают до сих пор на камеру, которая весит полтонный? Чего они в этой полутонной камере таскают? Мне вообще непонятно. На плёнку, что ли, снимают? Ну, тут явно промзона тоже, как и везде в Таллине, частично закрыта, что уже хорошо. В Нарвии она открыта. Частично реновирована. Так. Мне бы куда-нибудь в том направлении, если я опять правильно ориентируюсь, ну, то есть по трамвайным рельсам. О, спасательный центр. Или академия. Может, и академия. Так. Вон, трамвай туда, значит, хорошо. Значит, дойдём вот до этого угла. Какое-то странное здание. Розовое, красивое, однако закрытое со всех сторон забором, и ничего там не происходит. А, нет, где свет горит. Видимо, тоже учебное заведение. Вот это мы посмотрели... А, вот дыра есть. Здесь, по-моему, что-то действует. Да. По-классике. Фабрик какая-то. Так. Попробуем перейти на следующем перекрёстке и пойти туда налево. А назад уже на трамвай возвращаться буду, когда стемнеет. Там, думаю, сориентируюсь. Впереди что-то сильно красивое. Арсенал. Арсенал Сильвер? Да ладно. Фига у них Сильвер. Сильвер-то, если кто не в курсе продуктовый магазин и указатель туда. Впечатляет. Это, наверное, самый красивый Сильвер в Эстонии. Ну, я хочу прогуляться левее. Хотя вот это можно посмотреть реально. Очень красиво. Вообще здорово. Так. Давай на ту сторону перейдём. Там, собственно, море. Что говорит о том, что я уже на полуострове. Вот. Давай вот по этой улице пройдёмся. Тут тихо. Так. Там явно какое-то учебное заведение. Потому что флаг. Тут что-то всё очень громоздкое. Вообще написано Кохлик. Кохлик это по-эстонски кафе. О. Здесь уважаю. Настоящий русский мужик. Стульчик себе поставил под крышу, чтобы курить можно было. Преподаватель, наверное, от жизни такой. Так. Так что где находится? Очень похоже, что несколько учебных центров. Ну и что у нас слева? Институт. Нет. Матасепыхиколь. Школа. Э? Угадаешь, что под чехлом? Вот и я не знаю. Странно он какой-то. Похоже, несколько школ идёт. И вот это вот очень красивое. И туда прут какие-то дети. Собственно, это тоже красивое. Очень контрастно. Потому что вот там пара домов совсем стрёмная. А, тут много автобусов, видимо, они детей разводят. Вон, кстати, тоже очень стрёмный. Так, туда и пойдём. Где стрёмное, я иду туда. Интересно, на какой блок у меня, наконец, камеру отберут, за то, что я по дочам лазаю. По подворотням. Ну, когда блоги перестают выходить, тогда это и произойдёт. Так. Очень красивый дом. И я думаю, что это цивильная общага. Потому что очень похоже. На жилой дом не похоже. И плюс это... Или... А, вообще-то это может быть дорогой жилой дом. Так, а дальше тупик вообще, что ли? Где не обойти будет? Неожиданно. Так. Тут забор. А, вон там есть проход. Ну и прекрасно. Мы не гордые. Мы умеем ходить по диагонали. Правильно? Не, жилой дом. Просто, видимо, элитное жильё какое-то. Тут у нас написано. Ными СОУРТ. Что это означает? Понятия не имею. А так, ничего так. То есть, это баскетбольная. Вот это, видимо, футбольная. А вот это, видимо, просто. Площадка, площадка. Так. Трёмные домики остались справа. А вот типичные хрущёвки. Ну, мне нравятся трёмные домики. Поэтому мы, естественно, пойдём к трёмным домикам. Вот. Опять смотри. Классика. Контрастный Таллинн, да? То есть, красивый дом. И не очень красивый дом. Не могу сказать, что он совсем страшный. О-о-о. А тут могу. Со всей ответственностью. Хотя это, видимо, что-то промышленое. Их два таких. Видишь, в одном стиле. И напротив какая-то страшная панельная хрущёвка. Вот напротив классическая нарва. Прямо один в один. Вот. Вот это то, что надо. То есть, когда надумаю поселиться в Таллине, сниму хату вон там. Это же просто как дома. В окно выглядишь и просто... Ну, я не коренной нервитянин. Я вообще сложный. Потому что первые шесть лет своей жизни я прожил в Таллине. Потом лет... Пусть будет десять. В Кухлоярве. Потом ещё лет десять в Кухло-Нимме. А потом пять лет в Нарве. Ой, какой я старый-то. Где-то с датой напутал. Вот это класс. Вот это я понимаю. Вот это красота. И это, кстати, тоже. Оба красивые. И улочка красивая. Вот по этой-то улочке мы и пойдём к цивилизации. Или нет. Вон там, кстати, уже залив. Фирский, вероятно. Вряд ли какой-то ещё есть. Так. Вот тоже смотри улочка. Красивый. Страшный. Красивый. Красивый. Так, туда я не пойду. Давай пойдём сюда. О, здесь можно гнездоваться. Кстати, этот стрёмный дом, средней стрёмности, да, сбоку выглядит симпатично. Опять, здрасте. Вот это место, опять-таки, напоминает Тарту. Вот таких домов выгла они есть. То есть, в дальних районах пихли. Не знаю, к какому принципу единой стилистики их строили. Может быть, было несколько допустимых в Советском Союзе моделей, знаешь, как причесок. И выбирай. Так, вот мне, пожалуйста, вот такой и вот такой. Реально похоже. Опять гнезд начинается. Вон там виден форт. Только я не знаю, сумеем ли мы до него дойти. Это возможно. Так, а автобусы тут 3-й и 59-й. Мне это ни о чём не говорит. Поэтому до них мы не поедем. Да, вон туда у нас порт. И мне очень хочется туда завернуть, чтобы закончить на каком-то красивом месте. Да, мне там уже нравится. А, хотя, по-моему, там не заку... Ну ладно, мы завернём, а там посмотрим. Докуда тут ведь дойдём. Вот опять красивый дом. Вот это, кстати, весь район красивый. Может, это и было, это Реинавирус, как вы говорили. Так, давай попробуем. К забору-то всяк можно будет туда идти. Так, переходим. Тут лужа такая, что можно на выходе просто утонуть. И даже перепрыгивать через кул. Так. Так, там снизу ничего меня не задавит? Мне не задавит. А вот здесь вот интересная вера. И оттуда вид. Красивый. Я думаю, что если подойти вот вот туда... Не топчите газонный, да? Какой-то каменный садик. Местный я вот для себя делаю. Вот. Ага, там забор. Ой, кошмарный какой. А здесь что-то вообще интересное. Не, ничего тут не видно. Типа конец мира. Это, кстати, пассажирский порт. Там он паром стоит. Ладно. Давай выбираться обратно. Факир Булкен, сколько не удался. Так, я пару фоток и продолжу, когда выберусь. Как раз батарею надо менять. Она в дом. Так, батарею поменяли. Батарею поменяли. Пришел я где-то оттуда, да? Поэтому пойдем дальше. Здесь один-единственный автобус ходит. Это уже явно окраина мира. Вот девочку пропустили. Вежливые водители. Видимо, я просто очень стремно выгляжу. Ну вот, явно похож на окраину мира. Вон какой-то дом строится. Здесь уже совсем частный сектор пошел. Совсем не похож на Таллинн. Дальше форт. Он туда не подлезет. Там все огорожено. А здесь вот типичный спальник. Который как раз-таки очень похож одновременно на все. Это была шутка из фильма Лего. Что этот злоумышленник выглядит настолько стандартно, что он похож одновременно на все портреты в нашей картотеке. Ну, как-то так. Буду я двигаться через этот спальник. В следующую, наверное, заверну. И к этим трамвайным путям. Они, вероятно, в центре. И будем уже отсюда выбираться. Где-то через час. Может, даже меньше стемнеет. И тогда все. Съемочный день будет окончен. Так. Не, я передумал. Мне очень охота дойти до края земли. Он вон там. Ты посмотри, что там. Потому что там реально все заканчивается. Я как раз попал на этот полуостров. Вон там сильно похоже, что последняя остановка. Дальше все. Земли нет. Ну, естественно, на краю земли расположен бар. Ресторану Конца Света. Лайк за отсылку. Это мой ресторану Конца Времени. Да, вот конечная трамвая. Но как-то так. Здесь реально спичный спальник. Во. Перейду. Посмотрю, что там. И буду выбираться. Да. Все-таки эпичный вид я тебе покажу. На финише нашего приключения. Так, все страшно. Ничего, ничего. Э? Вообще ничего. Хрен с ним. Так. Класс. А почему там, собственно, ров? Там железка? Точно, там железка. А вот это порт. Прикольно. Жалко, что у меня нету дрона, да? Вот отсюда бы его так. Ну, задонатишь будет. Приду и отниму. Хе-хе-хе. А пока что пошли домой. Я явно подустал. Закончим этим акцем индустриальных пейзажов. Так. Дальше получается, что и дороги-то нет. Ну, ладно. То есть я куда-то вообще никуда иду. Давайте я до этого знака дойдем. И на нем закончим. Завершения не будет. Так что лайк, подписка, колокольчик. Да-да, реально, подписка и колокольчик. Ты же хочешь посмотреть продолжение? Вот и я. Пойду к трамвайным путям. Пойду к трамвайным путям. Я сейчас, кстати, проводил эксперименты. Снимал не в 30 фпс, а в 60 фпс. И не заметил, что батарея разряжается быстрее. По-моему, медленнее. О! Красиво. Ладно, давай что ли прогуляемся вдоль трамвайной трассы. Насколько меня хватит. Раз у нас пока еще светло, покажу еще что-нибудь. Так, невероятно на противоположную сторону. И куда-то вперед. Транваев не видно. Это ведь, кстати, не конец. Он еще куда-то вниз уходит. Но мне уже неохота. Ладно, я думаю, мы здесь и закончим. Очень страшные рельсы. Там какой-то индустриальный. Ладно, на этой радостной ноте я с тобой прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok